Доброе утро, с вами Егор Матаев, в эфире выпуск новостей. Начну прямо сейчас с главных тем. В городах Алтайского края готовятся к развертыванию дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией. Краевой театр драмы запустил интернет-проект в виртуальном музее. Зрителям предлагают отдать буклеты и другие артефакты прошлых лет. Одним из первых участников стал наш корреспондент. Подробности далее. Команда мастеров по настольному теннису Алтай возродилась в Бурнауле. О целях и задачах коллектива узнаете в выпуске. В городах Алтайского края готовятся к развертыванию дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказала замминистра здравоохранения Наталья Белотская. Сегодня система здравоохранения края продолжает работать со значительным напряжением. В Бурнауле в резерве находится ковидный госпиталь в медицинском центре территория здоровья. По-прежнему остается большое количество пациентов с тяжелым течением болезни. В стационарах находится 555 человек, 178 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщила Наталья Белотская. Продолжается подготовка дополнительных стационарных мест для размещения больных с ковидом в других крупных городах. Готовятся площадки под госпитали в Заринске, Бийске и Рубцовске. Дети с ожирением, сахарным диабетом и хроническими заболеваниями больше подверждены тяжелой форме течения ковид-19. Такие случаи начали фиксировать в регионе с начала сентября, сообщает главный детский инфекционист края Галина Филиппова. Всего за период эпидемии почти полторы тысячи детей в Алтайском крае заразились ковидной инфекцией. За прошедшие сутки 27. Самые подверженные вирусы возраста вы видите на своих экранах. Чаще всего течение болезни у детей бессимптомно или с незначительным повышением температуры. Легче, чем у взрослых, но зафиксированы и редкие случаи осложнений ковид-19. У нас прошел пока в крае один ребенок с тяжелым поражением центральной нервной системы. Поэтому я и говорю, мы думали, что мы одни из первых, но мы были уже третьими в России, кто имели вот такие формы. Но в мире в среднем по литературе идет до 30% поражения центральной нервной системы. Оно может быть тяжелое в виде энцефалита, оно может быть поражение периферической нервной системы, может быть легкое. Вот то, что люди теряют обоняние и вкус, это одно из проявлений поражения как раз периферической нервной системы. Врачи советуют родителям не увлекаться профилактическими мерами, так как это может пойти во вред ребенку. Чтобы шансы заболеть уменьшились, нужно соблюдать элементарные правила. Барнаульцы выбрали, какие территории благоустроят в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Давайте посмотрим, какой выбор сделали жители краевой столицы. Итак, почти 12% всех голосов набрала зеленая зона от улицы Герцена до улицы Белинского. На втором месте – Мизюлинская роща, 10,5% голосов. 2000 человек – это почти 10% выбрали парк «Юбилейный». Далее – набережная речного вокзала, парк культуры и отдыха «Центральный», «Обской бульвар» и другие. Всего за благоустройство общественных территорий проголосовало почти 8000 человек. К итоги будут подведены общественные комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в ближайшие три дня». Краевой театр драмы запустил интернет-проект «Виртуальный музей». Зрителям, у которых сохранились программы спектаклей минувших лет или раритетные билеты, предлагают запечатлеть их на фото и опубликовать в интернете. Одним из первых артефакт из прошлого театру передал корреспондент нашего телеканала Глеб Полянский. Подробности в сюжете моих коллег. Театр драмы скоро отметит вековой юбилей, а буклет 1971 года, посвященный 50-летию театра, и программу творческого вечера артистки Светланы Талалаева 77-го, могли не найти еще много лет, если бы в одной из барнаульских квартир не затеяли ремонт. Еще не подозревая об акции театра «Виртуальный музей», Глеб Полянский решил передать находки из семейной коллекции коллективу драмы. «Подходим. Здравствуйте. Вот такие артефакты удалось дома обнаружить». «Спасибо большое». Бабушка и дедушка Глеба переехали в Барнаул во второй половине 50-х годов прошлого века и с тех пор стали завсегдотами драматического театра. Всю жизнь они бережно хранили то, что напоминало о любимых спектаклях и артистах. «Светлана Талалаева, вот, видимо, ее творческий вечер, посвященный ее юбилею, а, 50-летию, да, и 30-летию сценической деятельности, собственно». Сам даритель считает, что свидетельства прошлого должны быть достоянием общественности, а не пылиться в комоде до тех пор, пока не истлеют от времени. «Вот скоро театру уже 100 лет, а мы держим в руках буклет, который выпущен полвека назад, к его 50-летию. По-моему, это завораживает, эта мысль. И если люди смогут увидеть это, как можно больше людей ознакомиться с этими вещами подобными, это будет очень хорошо. Тем более, что в театре до сих пор трудятся некоторые артисты, которые вот упомянуты в этом буклете». Действительно, в театре по-прежнему служат и радуют своим творчеством зрители народный артист России Георгий Обухов и заслуженная артистка страны Ольга Кириченко. Современные технологии позволяют навечно сохранить памятные вещи в цифровом виде. Достаточно сделать фото и разместить их в социальных сетях с хэштегом «Виртуальный музей драма». «Если вы в Инстаграме участвуете, то у себя в аккаунте выложить фотографию нашего экспоната и рассказать про него, почему он хранится у вас дома. И поставить хэштег нашей акции, отметить аккаунт театра. Этого достаточно. А ВКонтакте мы сделали специальный альбом». Проект «Виртуальный музей» продлится до середины января, а по его итогам всем участникам подарят билеты на их любимый спектакль с автографами артистов. И, возможно, уже будущее поколение зрителей найдут их в семейном архиве и вспомнят о театральном искусстве нашего времени. Вадим Слюсарев, Глеб Полянский, Анатолий Фукс. Новости. Осень 2020 года – время ренессанса для настольного тенниса в Алтайском крае. В далеком 90-м году этот вид спорта был популярен, а потом произошел спад. И сегодня в нашем регионе возродилась команда мастеров по настольному теннису. Новый путь Алтая – некий стимул для юных спортсменов, что этот вид спорта будет жить. О целях и задачах коллектива смотрите далее. Команда мастеров, которые через какое-то время, наверное, станут уже полноценными профессиональными командами. Настольный теннис – вид спорта, который был в 90-е годы, попадали в Еврокубки. Хотелось бы эту историю перезагрузить и вернуться, как минимум, к тем же результатам. Но, как говорится, Москва не сразу строилась и придется немного потерпеть. Чтобы команда мастеров Алтай попали в Еврокубки, нужно показать себя на российском уровне. Сибирь славится хорошими теннисистами. Поэтому за команду выступают спортсмены лучшие из лучших, для которых теннис и есть смысл жизни. Ну, конечно, без настольного тенниса я не могу представить свою жизнь. То есть я планирую связать, чтобы вся моя жизнь была с настольным теннисом связана. Так, ну это, как я понимаю, уже команда не новая. Она уже была давно сформирована. Просто потом она какое-то время возродилась. И учитывая то, что я не был в старой, для меня, конечно же, это большая честь быть частью этой команды. Новым логотипом решено выбрать снежного барса. Спортсмены команды дали ему имя Алтай. Образ барса олицетворяет красоту, силу и свободу. К тому же этот хищник включен в Красную книгу России. Тем самым клуб Алтай решил еще раз обратить внимание на сокращение популяции этого красивого животного. В составе играет 11 парней и 7 девушек. Свой первый матч после возрождения команда мастеров сыграли 13 октября. Знаковое событие случилось во Владимире во время первого тура Суперлиги. Из четырех встреч сборная Алтайского края выиграла всего одну. И сейчас команда Алтай занимает четвертое место из пяти в своей группе. Для меня теннис – это все. Я с шести лет занимаюсь настольным теннисом. Сам играл многократный чемпион Сибири. Участвовал много раз на чемпионатах России. И в первенстве СССР работал и в Испании, и в Италии. То есть вся жизнь у меня настольный теннис. Ну а команда… Хотелось бы… Давно уже не был представителем такой команды, руководящей, старшим тренером этой команды. Ну, еще один рывок. Доказать, что мы можем в Сибири играть настольный теннис. Доказать, что в Сибири умеют и могут играть в теннис, спортсмены смогут уже в декабре, когда и состоится второй тур Суперлиги. А пока что тренировка и еще раз тренировка. Дмитрий Дроздов, Алексей Шаульский. Новости. К этому часу у меня пока все. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!